Депутаты городского совета изучили вопрос, касающийся застройки зеленых зон на набережной Тухачевского и приняли решение поддержать возмущенных омичей. Напомню, три недели назад мы рассказывали о ситуации, когда жители домов улиц Волочаевская и Кемеровская обратились к народным избранникам с просьбой перевести участок вдоль набережной в рекреационную зону, чтобы сохранить там зеленые насаждения. Дело в том, что эту территорию в центре города уже облюбовали бизнесмены, готовые застроить придомовую территорию офисными зданиями. Эта земля на набережной Тухачевского – лакомый кусок для бизнесменов. Иметь тут недвижимость очень выгодно. Центр города. Беда только, что места осталось маловато. Почти все уже застроено оборотистыми гражданами. Остались только небольшие участки на буквально придомовых территориях. Жильцам стало известно, что и на них предприниматели имеют серьезные виды. Людям жаль потерять эти зеленые уголки природы, которые 40 лет назад они сами организовали. Для многих это любимое место для прогулок – оазис чистого воздуха в задымленном городе. Сейчас самая основная задача, которая перед нами стоит – это спасти вот эти зеленые насаждения, которые остались, потому что там тоже планируется застройка. Причем застройка еще большей этажностью, чем здесь. Жильцы микрорайона считают, что жить в нем в последние годы стало и так слишком тесно. От новостроя и огромного количества припаркованных машин в узких советской застройки дворах. Люди возмутились происходящим и, чтобы отбить аппетиты застройщиков, обратились в городской совет с требованием перевести их придомовую территорию, которая выходит на набережную, в статус сквера. Они подготовили презентацию своего микрорайона, с которой выступили на Комитете по архитектуре и градостроительству. Вот посмотрите, пожалуйста, набережную Сукачевского. Увидите, там какая растительность. А вот наша партия. Пожалуйста, можно еще следующий сад? Вот в основном большая часть зеленого фунта – это не только кустарники, это сосны. Но участки 311 там уже погибло 19-18. Почему я говорю погибло? Потому что все жители очень сильно переживают по этому поводу. А что такое сосна? Это чистый модул. Марина Печеницына, еще девочка и участь в третьем классе, принимала участие в озеленении нового тогда микрорайона. Она выросла вместе с этими соснами и просто так отдавать любимый уголок природы не намерена. Депутаты, выслушав обе заинтересованные стороны, создали рабочую группу, которая изучила вопрос и решила поддержать жителей набережной. Вчера на комитете по градостроительству и архитектуре был рассмотрен этот вопрос, хотя он был как дополнительный несен, но мы его самым первым рассматривали и пошли на то, чтобы удовлетворить просьбу жителей. То есть мы удовлетворили решение, перед этим заседала рабочая группа и удовлетворили решение рабочей группы о том, чтобы перепроверить законность выделения этих земель под строительство с обращением по этому вопросу в прокуратуру. Разрешение на застройку было выдано городской администрации в 2006-2007 годах. Насколько законно это было сделано, выяснит прокурорская проверка.